Привет! Этот поединок нельзя считать настоящим противостоянием. Однозначно, все кто попал в муравейник не выберутся оттуда живыми. Поэтому муху уже можно считать жертвой, а не оппонентом. Муравьиные колонии в природе постоянно употребляют в пищу других насекомых. В домашних условиях муравьи тоже не откажутся от насекомых, поэтому я периодически отправляю на арену живность, наблюдая за тем, как муравьи организованно атакуют добычу. Поймать и убить эту муку муравьям будет очень непросто. Поначалу она настолько сильно повергла муравьев в шок, что большая часть вместо того, чтобы нападать, хватала семена и удалялась в другую часть муравейника. Перед вами не весь муравейник, это только его маленькая часть. В этой части муравьи не хранят коконы и расплод, поэтому своими действиями муха не могла навредить личинкам. Я конечно не ожидал, что у нее получится составить хоть какую-то конкуренцию муравьям, если она попадет в ходы, но муха была настолько сильна, что смогла раскидать всех, кто попытался ее атаковать. Выбралась из ходов опять на арену и еще долгое время не давала к себе подобраться. На арене большую часть времени мухе удавалось легко уходить от муравьев. Чаще всего ей даже не нужно было для этого летать. Ползая по стенковому потолку, она была в несколько раз быстрее. Муравьи за ней просто не успевали, но через некоторое время у мухи просто закончились силы. Она стала уставать и периодически просто падала и оставалась какое-то время практически без движения. В эти моменты муравьи со всех сторон бросались на жертву. Несколько раз муравьи облепляли муху практически целиком, и я думал, что все, это конец. Но муха находила последние силы и поднималась на ноги. Раскидывала всех муравьев, и погоня начиналась заново. Но сил с каждым разом оставалось все меньше, и через два часа усилие муха окончательно сдалась. Муравьи быстро облепили ее, и на этом все было кончено. Целых два часа муха продержалась в муравейнике. Те, кто досмотрел до конца, не рекомендую вам повторять такие опыты с мухами, пойманными на улице. Эта муха стерильно была выращена специально в домашних условиях. Пуская в муравейник насекомых с улицы, вы рискуете навредить колонии, заразив паразитами. Ну а если вы не переживаете и ставите эксперименты, угрожающие жизни вашим муравьям, так же как и я, делитесь в комментариях историями о том, кого из насекомых запускали к муравьям для охоты. На этом все, пока!